Всем привет! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. И в этом видео уроке мы с вами сплетем вот такой вот очень красивый, аппетитный 3D гамбургер. И плести мы его будем на крючке. Плести в этом видео мы будем вот этот вот образец. Для его плетения я использовала резиночки оранжевого цвета, коричневого, желтого, красного и зеленого. Коричневые резиночки нам дают имитацию котлетки, желтая это вот начинка, красные помидорчики и зеленые это листья салата. В этом гамбургере я использовала резиночки желейного цвета. Придали небольшой они плеск нашей булочке и она немножечко заиграла. Поэтому можете тоже поэкспериментировать и попробовать, если у вас есть такие резиночки, и сплести из нее булочку. Плести мы будем на крючке. Я буду использовать вот такой вот крючок. И также мне понадобится еще один дополнительный крючок. Я буду использовать просто вот такой вот небольшой пластиковый крючок. На него мы будем скидывать, снимать, одевать петельки. Итак, начнем мы плетение с вот этого вот круга. То есть это у нас будет верхняя булочка. Плести мы будем из оранжевых резиночек. И сейчас мы их подготовим. Для верхней булочки нам понадобится 41 оранжевая резиночка. Поэтому подготовим такое количество резиночек и отложим сейчас вот так вот в сторонку. Так. Затем возьмем крючок. И приступим к плетению. Берем одну резиночку оранжевого цвета. Накидываем на крючок и прокручиваем три оборотика вокруг крючка. Раз, два, три. Вот у нас получилась такая вот петелька из трех резиночек. Затем мы накидываем пару резиночек оранжевого цвета. И скидываем вот эти вот резиночки с крючка на серединку. Второй конец резиночек мы накидываем снова на крючок. И вот мы с вами проплели вот такую вот одну петельку. Затем мы снова берем пару резиночек. Накидываем на крючок и протягиваем через резиночки, которые у нас находятся на крючке. Протянули и накидываем второй конец резиночек снова на крючок. Вот у нас есть уже цепочка, состоящая из двух петелек. Теперь нам надо будет завести крючок вот в эту самую первую петельку, состоящую из трех резиночек. И проплести снова две пары резиночек. Мы берем одну пару, накидываем на крючок, протягиваем через эту петельку. Второй конец на крючок. И затем мы должны будем накинуть следующую пару. И сейчас мы протянем эту пару резиночек через все резиночки, которые у нас находятся на крючке. Вот так вот протянули. Накидываем второй конец этих резиночек снова на крючок. Вот. Сейчас мы должны будем снова завести крючок вот в эту петельку. Накидываем пару резиночек на крючок, протягиваем через петельку. Второй конец снова накидываем на крючок. И накидывая следующую пару, мы сейчас ее протянем через все резиночки, которые у нас находятся на крючке. Мы таким вот образом сейчас сформируем такой вот круг, который будет похож на булочку. У нас здесь сейчас проплетены раз, два, три таких вот небольших столбика. Нам их надо всего 10 столбиков, поэтому продолжаем плести. Заводим снова в эту петельку крючок, накидываем пару резиночек, протягиваем только через эту петельку второй конец на крючок. И накидывая следующую резиночку, мы протянем эти резиночки через все резиночки, которые у нас находятся на крючке. И накидываем второй конец снова на крючок. Итак, мы сейчас проплетем все резиночки, которые мы с вами отложили. Накидываем пару резиночек, протягиваем через петельку, второй конец на крючок. Накидываем следующую пару и протягиваем через все резиночки. Так, второй конец снова на крючок. Следующую заводим. Так, накидываем пару резиночек, протягиваем через петельку, второй конец на крючок, накидываем резиночки и протягиваем через все резиночки. Так, вот. Снова заведем петельку крючок, накидываем пару резиночек, протягиваем через петельку, второй конец на крючок и протягиваем все резиночки через петельки. Снова заводим в эту петельку крючок, накидываем пару резиночек, протягиваем через петельку, второй конец на крючок, протягиваем через все резиночки. Снова заводим крючок. Накидываем пару резиночек, протягиваем, следующую накидываем пару, протягиваем через все резиночки. Так, заводим снова крючок, накидываем пару резиночек, второй конец на крючок и накидываем следующую пару и протягиваем через все резиночки. Итак, мы с вами проплели вот такой вот круг. Это у нас верхняя булочка. Мы его завершаем. И для этого мы должны будем завести крючок под эти вот 4 резиночки, то есть вот эту вот петельку. И у нас следующий ряд будет плестись из коричневых и желтых резиночек. Накидываем пару коричневых резиночек на крючок, протягиваем через все резиночки, которые у нас были на крючке. Вот так вот второй конец на крючок. И затем накидываем пару желтых резинок и протягиваем через все коричневые резиночки. Вот таким вот образом. Вот у нас следующий ряд. Это вот ряд коричневые и желтые резиночки. И сейчас мы их по кругу проплетем. Мы должны будем завести крючок в следующую петельку. То есть это у нас будет петелька состоять из двух резиночек. То есть целая петелька это вот 4 резиночки. А мы заведем только под вот эту вот часть верхнюю пару резиночек. Накидываем коричневые резиночки. Протягиваем через петельку второй конец на крючок. И затем накидываем желтые резиночки. Протягиваем через все резиночки, которые у нас находятся на крючке. Затем мы заводим крючок в следующую петельку под верхнюю пару резиночек. Накидываем коричневые резиночки. Протягиваем через эту петельку второй конец на крючок. И затем мы протянем желтые резиночки. Так. Заведем в следующую петельку крючок. Накидываем пару коричневых резиночек. Протягиваем через петельку. Затем накидываем пару желтых резиночек. И протягиваем через все наши резиночки. Заведем в следующую петельку крючок. Накидываем коричневые. Протягиваем через эту вот петельку. И затем желтые резиночки притянем через все резинки. Заводим в следующую петельку крючок. Проплетаем коричневые. И затем желтые резиночки. Протягиваем через все резинки. Заводим в следующую петельку. Так. Коричневые. Затем желтые. Заводим в эту петельку крючок. Проплетаем коричневые. Желтые. В эту петельку коричневые. Затем желтые. В эту вот петельку. Накидываем коричневые. Коричневые. Желтые. И в последнюю петельку мы также заведем крючок под верхнюю пару этой петельки. Накидываем коричневые резиночки. И затем желтые. Протягиваем через все резиночки. Вот мы следующий ряд сплелием. Вот так вот он у нас выглядит. Теперь мы приступим к плетению третьего ряда. Для этого нам понадобятся резиночки красного и оранжевого цвета. Заводим крючок в эту вот желтую петельку под 4 резиночки. Затем накидываем пару красных резиночек. Протягиваем через все резиночки, которые у нас находятся на крючке. Затем накидываем пару оранжевых резиночек. Протягиваем через красные резинки. Вот мы соединили вот этот вот ряд. И теперь давайте приступим к плетению. Снова заведем в эту же петельку крючок. Накидываем пару красных резинок. Протягиваем через петельку. И затем накидываем пару оранжевых резиночек. Протягиваем через все резиночки. И теперь мы будем заводить под всю петельку по кругу. То есть заводим в эту полностью петельку. Накидываем красные резиночки. Протягиваем через вот эту вот желтую петельку. И затем проплетаем оранжевые резиночки через все резинки. Так, заводим в следующую петельку. Накидываем красные резиночки. Протягиваем через эту петельку. Накидываем оранжевые. И протягиваем через все резиночки. Так, в эту петельку. Протягиваем. И оранжевые резиночки. Следующую. Так, накидываем оранжевые. Протягиваем через все резиночки. Снова заводим крючок в следующую петельку. Накидываем пару красных. Протягиваем. И затем накидываем пару оранжевых. Протягиваем через все резиночки. Так, заводим под эти резиночки. Накидываем красные. Затем оранжевые. Так, в эту петельку. Накидываем красные резиночки. Протягиваем. И оранжевые резиночки. Под эти резиночки. Накидываем красные. И оранжевые. Так. В эту петельку. Красные. И оранжевые. Последнюю мы петельку заводить крючок не будем. Так как она у нас уже вот здесь вот проплетена. То есть красная петелька. Мы сейчас соединим этот ряд. Мы заведем крючок вот эту вот в оранжевую петельку. Накинем пару оранжевых резиночек. Протянем через все резиночки. Второй конец на крючок. И снова накинем пару резиночек. И протянем через две пары оранжевых резиночек, которые у нас находились на крючке. Вот мы с вами соединили этот ряд. И сейчас нам осталось наполнить наш гамбургер. Вы можете взять салфетку. Вы можете взять ватой наполнить. У меня есть вот такой вот наполнитель. Это гранулированный холофайбер. Это обычный синтепон, только он скрученный в такие вот шарики. Так, давайте наполним наш гамбургер. Я немножечко возьму и заполню внутри него вот этим вот наполнителем. Так, вовнутрь так вот засовывая его. Вот, все так хорошенько отрамбовало. Нам осталось закончить наш гамбургер, сплести верхнюю булочку. Для ее плетения нам понадобятся резиночки оранжевого цвета. И мы сейчас плетем таким вот образом. Мы должны будем завести крючок в эту вот петельку, только не под 4 резиночки, а вот эти вот внутренние, ближе к внутренней стороне. От нас это верхние две пары резиночек. Вот в эту вот петельку. Накидываем резиночки оранжевого цвета, протягиваем через эту петельку. И второй конец резиночек снова на крючок. Таким же образом мы заведем крючок в следующую петельку под две резиночки. Накидываем пару оранжевых резиночек, протягиваем через эту петельку и второй конец на крючок. Вот для плетения вот этого вот последнего ряда нам и понадобится наш дополнительный крючок. Я возьму его и сейчас продолжу плетение. Заводим крючок под следующую пару резиночек. Накидываем пару резиночек, протягиваем через эту петельку, второй конец на крючок. И эти резиночки я сейчас накину на наш железный крючок. Вот так вот. Заводим крючок в следующую петельку. Накидываем пару оранжевых резиночек, протягиваем через эти резиночки. Второй конец снова на крючок и накидываем эти резиночки на наш основной крючок. И так сейчас мы проделаем с каждой петелькой. Заводим крючок в следующую петельку. Заводим крючок в следующую петельку. Заводим крючок в следующую петельку. Мы также заводим крючок, накидываем пару резиночек. И эти резиночки мы накидываем на основной крючок. Вот мы все петельки с вами проплели. Теперь нам надо будет соединить эти все резиночки. Берем пару резиночек, накидываем на крючок. Вот этот конец мы накидываем на пальчик. И очень аккуратно мы сейчас скинем все эти резиночки. Скидывать я их буду даже помогая пальчиками. То есть вот так вот потихонечку скидываем наши все петельки на эти резиночки. Очень аккуратно, чтобы у нас эта резиночка не соскочила с крючка. И теперь второй конец на крючок. И затянем петельку, продев одну пару резиночек через вторую, вот так вот изнутри. Но в таком натяжении сильно не тяните, чтобы она у вас не порвалась. Вот. И я теперь могу сделать вот такую вот петельку. Вот мы гамбургер практически закончили. У нас он такой вот кругленький, объемненький получился. Но у меня, как вы уже видели, на гамбургере еще имеется вот такой вот лист салата. То есть это зеленые резиночки, которые мы сейчас также проплетем под красными. Поэтому мы возьмем крючок и заведем сначала вот эту пару резиночек в эту петельку и под верхнюю пару резиночек. Вот у нас 4 резиночки на крючке. Возьмем зеленую резинку, протянем через эти красные резиночки второй конец резиночки снова на крючок. Заводим следующую петельку из красных резиночек. Накидываем зеленую, протягиваем через все резиночки. Вот таким вот образом. И второй конец снова на крючок. И так в каждую петельку, которая у нас состоит из красных резиночек. Так, сюда. Накидываем зеленую, протягиваем через все резиночки. Следующую петельку. Протягиваем через все резиночки в эту петельку. Под эти резиночки. Так, что у нас? Вот сюда. Вот эти резиночки. И вот последнюю петельку мы заведем крючок между зелеными резиночками. Вот таким вот образом накидываем зеленую резинку, протягиваем через все резиночки, второй конец на крючок и затягиваем петельку, продев одну резиночку через вторую. Затем мы эту резиночку спрячем вовнутрь. Вот, и у нас получился вот такой вот замечательный лист салата. Нам осталось еще спрятать вот эту вот оранжевую верхнюю резиночку. Заводим крючок вовнутрь нашего гамбургера и прячем ее вовнутрь. Вот так вот. И вот наш гамбургер готов. Я надеюсь, у всех гамбургер получился. Всем видеоурок был понятен. А теперь давайте перейдем к нашей рубрике «Передай себе привет». Нашу рубрику «Передай себе привет» я начинаю с именинников, как всегда. И у нас есть сегодня тоже именинница. Это Миленка Каракчиева. Миленочка, я тебя поздравляю с днем рождения. И хочу тебе пожелать, пусть сбываются все твои заветные мечты. Хороших тебе и верных друзей. Успехов в учебе. Будь любимой и счастливой. А теперь уже летят приветы. Передаю привет Ярославе Тришиной, Полине Пельмяковой, Божене Сутарминой Гильевской, Лере Фонасутиной и Алисе Рыбниковой. Привет летит Марине Подгорной и Надежде Арбузиной. Привет летит Няшке Кэт, Веронике Захаровой подружке Ксюше Гожевой. Привет пятому А-классу в Мазыре 14-й школы от Яночки. Приветик Владу Болтруковичу и Ане Воецкой. Привет летит Маргарите Размыслович и Владе Барсток. Привет сестренке Владе, маме Свете, папе Жене, брату Тиме и Ангелиночке. Привет передаю Кокошкиной Элине. И последний привет летит Александре Боядиной. А на этом наша рубрика Передай себе привет закончена. Видеоурок подошел к концу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока-пока!